Боевые комары Веселый мемчик был запущен в сети после выступления Василия Небензи, спецпредставителя России в ООН. Он поведал миру о беспилотнике, созданном в Америке, который призван распространять боевых комаров, зараженных опасными вирусами. Ну, правда, звучит странновато. Зачем нам насекомые, если есть ракеты, танки? Я уж молчу про сибирскую язву. Однако, факт остается фактом. В сети сегодня любой может найти этот самый патент за номером US8967029B1, выданный в марте 2015 года. Согласно описанию устройства, беспилотник оснащен блоком, в котором содержатся комары и корм, а корм их, соответственно, заражен токсином. Однако, проект этого самого беспилотного летательного аппарата, это вовсе не доказательство существования боевых насекомых. Возможно ли, в принципе, хотя бы в теории, появление такого вида оружия, как и когда мы уже использовали насекомых в военных действиях, и сколько осталось ждать до появления киборга-таракана и мухи-супершпиона? Сейчас узнаем! Ведь сегодня наука против боевых насекомых! В смертельно жужжащую схватку с мифами о бойцовых способностях истинных хозяев планеты Земля, а насекомых на ней куда больше, чем всех остальных животных, вступает кандидат биологических наук, заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко. Здравствуйте, Юрий Иванович! Добрый день! Я вот в подводке рассказывал нашим зрителям по поводу своих сомнений о боевых комарах, и вообще очень интересует сама потенциальная возможность этого. Комары – это такие существа, которые самые опасные для человека, и которые уничтожили больше людей, чем все вместе взятые, там, всякие, не знаю, гиены, львы, гепарды, кто угодно. Потому что если гепарды, львы и волки загрызают людей, то комары их убивают людей с помощью прокалывания кожных покровов и впрыскивания туда разных возбудителей болезней. И таких случаев очень много. Ежегодно до сегодняшнего дня в Индии от малярии, которую комары переносят, умирают многие-многие люди. По разным статистическим данным бывает, что и до миллиона человек в год. Поэтому жертвы комаров – это люди, как жертвы комаров – это реальность сегодняшнего дня. И в нашей стране сейчас такого нет. Но был период, когда те места благодатные, куда мы все ездим отдыхать, типа Черноморского побережья, Краснодарского края, были местами, если вас туда послали, то это точно на верную смерть, потому что там сплошь была малярия. Если русские офицеры императорской армии получали туда назначение, то у них было только два пути. Или быть убитыми от пули какого-нибудь абрека, или умереть малярию. Никаких других вариантов не было. Но теперь этого нет. Этого нет потому, что люди целенаправленно изменили всю колхидскую низвенность. Осушили болото, комаров уничтожили с помощью разных химикатов. И в результате там теперь едут прямо толпы отдыхать. Но положение может измениться по очень простой причине, что без всяких боевых комаров, а просто какие-то климатические сдвиги позволяют теперь у нас выживать южным комарам. Например, египетскому муравью Адрилгиз в Египте, который является переносчиком лихорадки, бомбенги, других лихорадок. И они уже есть на нашей территории. Если был период, когда у нас много горело лесов, и была осуществлена идея обводнения ранее милиарированных под Москвой болот, то созданы теперь у нас тут условия для того, чтобы комаров было больше. Ну, пока еще не регистрировали, но, по крайней мере, если мне не изменяет память, то лихорадку западного Нила под Москвой уже ловили. Потому что люди приезжают, где-то отдыхали, приехали, их укусил комарик. Оказалось, ты и не знал сам, а ты болеешь. Потом ты пошел в больницу, а комар дальше полетел. Распространять эту болельщику другим. Теоретически можно представить, что найдутся такие изощренные умы, которые будут распространять с помощью комаров для людей вот эти заразы. То есть, где-то там заразили комару, но как комар заражается? Он покусал особь некую, которая является носителем этой болезни. Ну, конечно, человека трудно так, чтобы они все искусали. Но ведь переносчиками многих болезней, таких скрытые носители этих болезней, это всякие мыши, грызуны какие-то, другие животные. И если от них комар получил, то он прилетел к вам, укусил и впрыснул свою слюну, в котором есть возбудители заболеваний. Поэтому вот эта цепочка, ну, можно представить, что она, конечно, будет кем-то использована с недобрыми целями. Теоретически большая опасность может существовать не в том, что напустят комаров, они всех оттуда искусают, а в том, что они просто даже одного человека укусят, и это будет стартом развития эпидемии. То есть, от одного человека, от меня, укушенного, другие комары заразятся, дальше полетят. И эта вот цепочка так и будет продвигаться. Поэтому тут важно, конечно, понимать это, и цепочку надо, как сказать, разрезать. Вот как тогда, в колхидской неизменности, прекратили все. Ну, славредный, совершенно опасный, там, этот инсектицид ДДТ, несмотря ни на что, все обработали. Кроме этого, напустили туда существ, которые питаются этими комарами. Личинки комаров, они в воде же живут, поэтому всякие рыбки, другие обитатели, которые едят, это все отрегулировало, и теперь там этого нет. Ну, и, конечно, самый главный человек, если вы пошли в природу, то, значит, надо, конечно, придять для себя комплекс мер, чтобы тебя не покусали. Мазаться инсектицидами соответствующими, они везде продаются, одежду такую сделать. Ну, вот как появилась, можно сказать, что это прямо целая эпопея, ну, пусть не с биологическим оружием, а с глупостью биологической, когда в европейскую часть завезли с Дальнего Востока с целью благородной, с целью такой хорошей, обоснованной, завезли ядридную собаку, завезли пятнистых оленей, ну, они будут обогащать тут фауну. Ничего они не обогатили, зато они привезли нам энцефалит, потому что на них были клещи, которые были переносчиками энцефалита, а эти иксодовые клещи и так тут жили другие, они не носили тут энцефалит. А Дальневосточный теперь возбудитель появился здесь, все это перемешалось, и теперь мы куда не пойдем, нам угрожает энцефалит. У меня только один вопрос, а почему же великий наш генерал Мороз-то не избавит нас от комаров, которые, допустим, вот этой вот лихорадкой, да, будут заражены, они же здесь не привыкшие жить? Ну, да, конечно, и поэтому у нас и нет таких проблем, таких глобальных, больших, которые требовали от нас каких-то сиюминутных действий, но ведь изменяется, мы знаем, что климат меняется, поэтому я не думаю, что в Москве прям завтра появятся какие-то тут, не знаю, лихорадка бомбенги, она будет везде тут встречаться, но у нас есть Краснодарский край, Ставрополье, у нас есть более южные, более теплые места, где они могут нормально жить и переносить тем самым эти болезни. Поэтому вот это все надо иметь в виду, ну, я думаю, это отслеживается, потому что регулярно такие приходят, что вот там нашли этого египетского комара, там нашли его, ну, какие-то меры принимают, но самое главное, понимаете, вот эти какие-то сбои, они связаны с людьми. Поехал человек, да, куда-то отдыхать, в голову ничего не берет, отдыхает себе спокойно. Что-то он за ним мог, когда вернулся домой, ну, что он за ним мог? Я пойду там на работу, пойду... Прямо историю ковида вы рассказываете сейчас. Ну, да, да. Так же происходит. Вот как к нам завозят, ну, целую массу каких-то инвазивных организмов. Вот к нам недавно, сравнительно недавно, завезли букашку, которую съела она весь самшит. Просто самшита нет больше в нашей стране. Завезли, спасали чемотиалом из Италии, завезли самшитовую огневку. Ее не заметили. Она пришла и съела весь самшит. Самшитовой рощи больше нет у нас. Самшитовый, средний возраст самшита, который у нас рос там в районе Сочи, 500 лет. Вот перед нами перспектива, 500 лет, теперь восстанавливают. Какая-то дама сидела где-то на юге, отдыхала прекрасно, ей на память. Взяла цветочек, положила там в книжечку, завезла, привезла сюда и забыла про нее. А в этом цветочке трип сидел, или еще какая-нибудь там зловредная букашка. И теперь все это появилось здесь вот такие, казалось бы, совершенно безобидные, которые просто, ну, обыкновенному человеку кажется, ну, что я привез там, ну, какой-то фруктик, да? Ну, чего здесь такое, какой тут грех? А он не знает же, что там внутри, а там сидит какая-то опять же, и все. И вот оно пришло сюда. И вот оно тут есть и ест. Поэтому вот это все очень опасно. Надо это иметь в виду. И точно так же и с комарами. Ну, я не думаю, что дело дойдет до каких-то таких осложнений, когда тут по нам начнут применять, не знаю, зараженных кем-то блох, там, шеи, не знаю, комаров. Вы, Юрьевич, говорите, что, значит, не стоит бояться этого. Я-то, конечно, прекрасно понимаю, это же здравый рассудок. Но история-то говорит об обратном. Сколько раз применялись всевозможные виды энтомологического, оружие, да, вот есть там биооружие, как его подвид, энтомологическое оружие в истории. Есть совершенно классика, когда в Венецию, значит, монголы, когда осадили, то они привезли туда оспу, они кидали трупы, прямо катапульты людей, которые, во-первых, распространяется-то эта вся болезнь насекомыми. Блохи, да? От крыс, да, блохи дальше идут на людей. Ну, это, ну, естественно, бывают такие случаи, да. И вот этим-то еще более опасно, когда мы какую-то мышку привезли, да, откуда-то там. Вот она какая милая, все там ее целуют, она никого не кусает. А у нее есть блохи, которые вашу кошечку укусили, потом вас, и пошло-поехало. Не нужно объяснять злым умыслом то, что можно объяснить глупостью. Но если все-таки злой умысел был, ну, вот представьте себе, каким образом можно заразить этих блоков, чтобы они тебя не укусили? Там же никто не думал, что они тебя не покусают. Те, которые это делали, они взяли просто трупы и с трупом работали. Наверное, многие из них погибли. Погибли. Я уверен. То есть это было совершенно все равно, да? Да. Ну, жестокость. Другие были времена. Другие времена, да, я понимаю. Другие нравы. Хорошо. А вот если представить себе такую гипотетическую ситуацию сегодня, вот как бы вы справлялись с задачей, если бы вам сказали, что вот возможно такая угроза потенциальная, и кто-то, значит, не знаю, какая-то, возможно, были выпущены какие-то комары. Как бы вы их отлавливали? Проводили бы анализ. Как бы это вообще проходило? Я не знаю, есть ли протокол по этому поводу? Нет. Мне не знакомо, как энтомологу, вот никаких протоколов таких нет. Ну, я думаю, что специальные службы, которые занимаются, есть у них там алгоритм действий в таком случае. И самое главное, опять же, это будет, понимаете, опять же, все на людей. Вот я помню один случай был описан во время Великой Отечественной войны. В окопах люди сидят, где-то там спят в нехороших условиях. И одна из болезней, помните, тулеремия там распространялась. И смысл был в том, что тулеремии тоже распространяют насекомые, которые с мышей переходят, с грызунов. И смысл был в том, что надо полностью прекратить брать солому и подстилать под себя, чтобы спокойнее было спать, мягче. А люди с полей брали солому, а там были соответственно. И когда дали такой приказ, то половина исполнителей поняли, что у них грязная солома, надо пойти новую солому принести. Половина выкинула, как и сказали, всю, а те решили, что что-то тут не додумали. Надо свеженькую солому. И старую, которая, наверное, еще не было этих возбудителей, они выкинули, а пошли принесли новую. Вот, понимаете, человек часто не думает о последствиях даже маленьких каких-то, что называется, рациональных предложений. Он решил, а вот так сделать. Вот как я вам говорил про самшитовую огневку. Как она к нам пришла? Пришел специалист, увидел и сказал, вот то, что вы сейчас тут выращиваете, немедленно ликвидировать. Я проверю. Он пришел проверить через неделю. Ликвидировано? Нету. Он говорит, какие вы молодцы. А что вы сделали? Ну, мы взяли это, выдернули и за забор выкинули. То есть, тот специалист, который говорит ликвидировать, он думал, что они поняли, и сжечь надо, да. А они простые люди. Ну что, выдернул, так и не ликвидировал, что ли? Но если все-таки говорить об энтомологическом оружии, опять же, ситуации гипотетические, исторические примеры, может быть, могли бы вы как-то классифицировать его определенного действия, может быть, каким-то там с ядами, другое психологическое, знаете, пчел накинул, может, они и никого особо сильно не покусают до смерти, но панику посеют. Ну да, конечно, вот такое паника – это большое-большое дело в человеческих таких сообществах, конечно, да. Мне кажется, что применяли там ульи забрасывали, применяли, были такие случаи, но, на мой взгляд, все-таки, что это, ну, с точки зрения паники, да, может быть, это эффективно, потому что тут все загружало, все испугались, куда-то побежали люди. Эфиопские партизаны использовали в 1936 году на итальянцев. Ну да, да, были такие случаи, но это именно… Ну, трудно себе представить, чтобы бросили ульи в толпу людей, и тут пчелы зверевшие напали и всех перекусали. Ну да, что будет, если бросишь ульи, то они же начнут кусать всех. Давайте попытаемся встать на точку зрения пчелы. Она жила в улье, да, вдруг ее куда-то забросили, она без улья, конечно, она может кого-то и укусить, но прежде всего она же в совершенно паническом состоянии находится. Ее из дома изгнали. Она не поймет, куда ей деваться, что ей делать, куда лететь. То есть половина, а может, две трети пчел пойдут искать, куда ей вообще лететь самим-то, не то чтобы тут на кого-то нападать. Конечно, если она рядом летит, а ты машешь, то она просто на инстинктах тебя укусит. А если просто так стоять, она пролетит мимо тебя в поисках своего дома утрачена. Вот я могу рассказать случай, как в лесном хозяйстве была такая целая эпоха, когда пытались применить муравьев для борьбы с вредителями леса. Ну, муравьи, они такие кусачи, у всяких бабочек, ну, не бабочек, гусениц кусают, там, личинок всяких, собирают их, как белковый корм. И тогда один человек предложил использовать авиацию для муравьев с помощью авиации. Логика была такая, берешь вот этих муравьев там из муравейника, засыпаешь их в какие-то контейнеры, потом летит самолет или вертолет, но самолет все труднее, вертолет летит над лесом и выкидывает туда вот эти контейнеры с муравьями. Логика была, вот он сейчас прилетит, сядет на лист, а там зловредная гусеница пожирает лист, он на нее нападет и загрызет. Когда это сделали, ни один муравей не укусил ни одну гусеницу, потому что муравей-то оказался в стрессовых условиях, его извлекли, трясли вот так какое-то время, потом он оказался на незнакомом месте. Какая тут гусеница, ему надо искать, где тут его муравейник, ему надо свою шкуру, что называется, спасать. То есть, понимаете, конечно, с точки зрения паники посеять, я представляю, в метро были случаи, когда пчелы вылетали в самолете среди людей. В результате все, это значит вынужденная посадка 100%. Вынужденная посадка и, дай бог, удачная. Потому что именно паника. Всего лишь одна пчелка, да, а весь самолет на ушах. Ну, потому что паника. Потому что, ну, для того, чтобы люди погибли от укусов пчел, говорят, надо одновременно, чтобы тебя укусило там более 200 пчел. Правда, укус в язык смертелен даже одной пчелой. Потому что в языке столько много крови, что она сразу попадает в мозг, всасываясь быстро, значит, ну, вряд ли кто-то будет пчел кусать. Но сами пчелы, конечно, на тебя тут нападут. Ну, неприятно, да, глаз опухнет, или там рука, или нос. Ну, не более того. Ну, хорошо, но есть же супер ядовитые. Понятно, что пауки не насекомые, это паукообразные, но все-таки отряд черных вдов. Ну, разумеется, ну, вряд ли их кто-то забросит. Их, во-первых, они довольно редки, их трудно выращивать в искусственных условиях. Вряд ли. Реально опасность, это, конечно, ну, я думаю, практически только одна. Это боевые комары, которые могут разносить теоретически очень опасные болезни. А как же, например, уничтожение урожая? Ну, например, не боевую саранчу, а просто массовое нашествие. Или вот я, например, вычитал, что в Германии, в нацистской, были попытки создать свое энтомологическое оружие. Они хотели колорадского жука массово распространить на территории противника. Он закинул, он всю картошку пожрал, или что он там ест? Ну, колорадский жук, в конце концов, у нас появился, да, он много, наверное, тут повредил. Но это вряд ли немцы же тогда... Нет, это завезли, было известно, вот я видел, как вас завезли за Урал. Значит, ну, колорадский жук, вот он за Урал, например, он попал, прямо вылетал из вагонов железнодорожных, когда привезли из тех мест, где он обитал, естественно, уже пришел к нам, а его перевезли там за тысячу километров. Вот он так распространился, то есть теоретически, да. И, конечно, вот я вам приводил пример с самшитовой огневкой, все уничтожено у нас. У нас в Москве пришел с Дальнего Востока людьми без злого умысла завезенная такая букашка, называется «Ясень узкотела изумрудная златка». Эта златка съела здесь ясень. Я слышал про эту златку коварную. Она съела ясень. Сейчас здесь практически нормальных ясений нет, есть которые восстановлены и так далее, но она пришла, она делала очень много бед. Теперь она здесь живет. Вот такая проблема инвайдеров, она существует во всем мире. К нам приходят из Дальнего Востока, из Северной Америки, а от нас идут в Северную Америку и там еще куда. И много таких. Слушайте, а кто от нас-то может уйти? У нас насекомых раз-два и обчелся. Только к нам они приходят. Нет, я имя таких сволочных, которые как златка. Нет, совершенно не правы. Лишил у нас возможности спрашивать у Ясени что-нибудь. Совершенно не правы. Америка, Новый Свет. Там все инвайдеры и население все инвайдеры. Это понятно. Да, и там наш непарный шелкопряд, который тут наш родной, шелкопряд Монашенко, рыжий сосновый пилищик, много-много насекомых с переселенцами переселились и туда. Ну хорошо, но это шелкопряд, они же ничего плохого не делают, они же не жрут ясень. Они зато едят дуб, березы и напрочь все съедают. А, то есть мы тоже такое свое... Нет, у всех обмен, у всех. Насекомыми, да? То есть, понимаете, вот в этом отношении, конечно, можно предположить, что кто-то зловредно тут принесет нам какую-то букашку, которую начнет есть, но даже без зловредности, просто обыкновенная человеческая беззлаберность приводит к тому, что завозят вот такие вот... Вот когда златка, которая к нам пришла, она пришла и в Америку. Если она к нам пришла с нашего Дальнего Востока, то в Америку она попала и из Китая. Примерно в одно и то же время. А в Америке она стала как распространяться? У нас она распространялась перелетами. Сама по себе полетела, попала в Москву и постепенно, постепенно распространяется и сейчас. А там совершенно по-другому распространялась. Там она распространялась скачками. Была сегодня тут, завтра 200 километров налево, потом 200 километров направо. Отвозили, видимо. Никак не могли вначале понять. А потом сообразили, люди едут на барбекю. Это вот, знаете, русский человек, к какому придет в голову в лес поехать с дровами? Ну просто вообще. Если я бы сказал своей жене, поехали в лес, я тут дров набрал, будут проблемы. А там все едут с дровами. А дрова из чего делают? Смотрите, засохли. И вот ясень стал усыхать в городах. Его быстренько на дрова. Стали люди брать, приводят, костерчик там разведут. Но не все сожгут. Конечно. Полтора. Полежка останется. Вот они тут оставили. И вот такими вот пятнами всю территорию США заняла эта самая златкая. Пока не сообразили. И запретили это дело. Какая-то тонкая корреляция между любителями барбекю в лесу. И распространение в златки. Удивительно. Слушайте, но ведь можно же, если я правильно понимаю, насекомых использовать, не только переживать за то, что они сожрут ясень и все остальное, но использовать их как антиоружие. Я вам сказал, что на юге появилась у нас самшитовая огневка, которая съела самшитовая, но на юге появилась из Китая привезенная так называемая восточная каштановая орехотворка. Там растет каштан, не наш вот конский, а растет съедобный каштан. Его очень мало в нашей стране, он только там растет. И пришла такая вот букашка, которая стала ему вредить. Ничего сделать невозможно. Она делает такие галы, это такие на листочках наросты. И живет внутри этого нароста. То есть она не ползает по поверхности. По поверхности взял препарат, посыпал и все, погибло. А она внутри живет. Внутри тоже ее можно достать, сделать инъекцию в ствол. Но тогда препарат окажется в меде, потому что пчелки собирают цветы. Там едят эти каштановые орешки, там появятся. Так делать нельзя. И единственное, что можно делать, это найти врагов вот этого зловредного букашки. А, и подселить туда. Да, и мы уже это сделали. Мы взяли с мест, где она реально обитает, взяли ее специализированного врага, паразитоида, завезли его сюда и выпустили. И теперь ждем, когда он покончит с этой зловредной букашкой. Прошу прощения за мой глупый вопрос явно. А вам не придется потом покупать еще одного паразитоида, чтобы этого паразитоида съесть? Нет, не придется. Потому что, во-первых, это специализированный, который живет только на ней. Никого другого не может есть. А, во-вторых, мы не пионеры в этом отношении. Ну, естественно. Впервые эта орехотворка попала из Китая в Японию. Японцы еще в 80-х годах прошлого века эту же операцию, как и мы, сделали. А потом, когда попала эта орехотворка в Европу, итальянцы, славянцы, турки, греки эту же операцию провели. Они этого же Торимуса, самого паразитоида, завезли. Поэтому мы шли протаренным путем. Нам помогли итальянцы, они нам дали энтомофага, мы его выпустили. То есть таким вот оружием пользоваться можно. Так, так, так. А если с боевыми комарами захотеть таким образом справиться, нужно сделать боевых пауков? Ну да. Или каких-то боевых. Боевых, например, есть такой, знаете, муха, называется ктылья, хищная муха. Комаров ест? Она к комарам питается. Она ловит комаров, как вот сокол сапсан, ловит какую-нибудь перепелку. В полете? В полете. Класс. Вот у него такое поведение. Ну, он, конечно, предпочитает более крупных, но, наверное, и на комаров тоже охотится. Довольно редкая вообще ктылья муха. Можно и разводить. Я, значит, вычитал, что пчел можно использовать как детекторы наркотиков или взрывчатки. Это действительно так? И если они пчел, то, может быть, какие-то насекомые могут быть, ну, как сказать, натренированы. Я же не знаю, как это даже точно. Нет, ну, собак точно натренировывают. С собаками понятно. Вряд ли насекомых можно, потому что, мне кажется, они, они даже будут реагировать, но вряд ли они придут вам докладывать, где там что-то заложено. Вот я это вычислил, что биологи из Хорватии считают, что пчелы могут находить мины значительно успешнее, чем натренированные собаки или даже электронные устройства. Нет, наверное, они могут реагировать, но я только не представляю, как они вам подскажут. Собака садится, а пчела, ну, что, залезет в мины и издетонирует. Вот вы сейчас говорили про паразитоиды, да? А есть же всякие, например, грибы, которые в муравьях селятся и заставляют их что-то делать? Ну да, нет, такие есть, зомбируют они насекомых. Можно, воспользовавшись опытом этих грибов, запрограммировать насекомых на то, чтобы они пошли туда, куда тебе нужно? Нет, живого насекомого, я думаю, это технологически очень сложно. А сделать вот робота, то есть фактически беспилотник, то теоретически, да, можно под вид досекомого какого-то. Ну, бабочка порхает и порхает, не смотришь же, что там в ней. Искусственно она или не искусственно. Теоретически это можно сделать. Спасибо вам большое, есть что обдумать. Пожалуйста. Понравилось? Тогда смотрите и другие выпуски проекта «Наука против». А главное, не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Вас ждет там еще много интересного. Пока! 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 Продолжение следует...